Николай Радьевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Пришли к нам на стенд России 24 на Питерском форуме. Добрый день. Спасибо большое, что пригласили. Итак, очень быстрыми темпами в мире сейчас развивается интернет-коммерция. Скажите, какую роль в развитии этого направления в нашей стране может сыграть Почта России? Ваш оптимистичный и реалистичный сценарий, с учетом того, что страна у нас огромная, но возможности здесь все-таки существуют? Конечно, темпы роста электронной коммерции, они высоки как в мире, так и в нашей стране. Потому что в прошлом году темпы роста электронной коммерции составили 20% против 6% для обычной торговли. И я уверен, что с учетом той низкой базы, которая у нас есть с точки зрения электронной коммерции, эти темпы не только сохранятся в будущем, но и будут возрастать. Сейчас обычный российский гражданин отправляет 3,5 посылки в год в среднем, а в странах развитых, азиатских странах, это от 7 до 20 посылок в год. Поэтому здесь есть куда расти. Я уверен, что Почта России может сыграть ключевую роль в развитии электронной коммерции в нашей стране, как крупнейший и национальный логистический оператор. Укрепить, развить и создать новую цифровую логистику в ближайшие годы – это задача номер один для Почты России. Мы с ней справимся, таким образом обеспечив базовую инфраструктуру для развития рынка электронной коммерции в нашей стране. Знаем мы, что грядет акционирование и принят соответствующий закон в Госдуме. Как это поможет? Зачем это вообще нужно? Акционирование Почты России означает переход формы хозяйствования Почты России из федерального государственного унитарного предприятия в непубличное акционерное общество со 100% государственным участием. Такая форма хозяйствования обеспечит быстрое принятие экономически эффективных решений на Почте России. Скорость принятия решений возрастет. А в наше время скорость принятия решений во многом залог высокой конкурентноспособности. Поэтому Почта России будет более конкурентноспособной. Мы сможем зарабатывать больше денег и эти средства тратить на поддержку сотрудников Почты России и на развитие, на инвестиции. В какой стадии Ваш интересный проект по сотрудничеству с Магнитом и группой ВТБ? Насколько я помню, речь шла об онлайн ритейле и о торговых точках. Да. Мы в феврале на Сочинском форуме подписали трехстороннее соглашение с группой ВТБ и Магнитом о развитии. С группой ВТБ мы активно развиваем наш логистический проект. И здесь инвестиции могут составить не менее 30 миллиардов рублей. Это создание системы из 40 логистических центров, которые станут основой той логистической цифровой инфраструктуры, которую мы планируем создать. С Магнитом тоже очень динамично развиваемся в нашем сотрудничестве. 26 июня мы запускаем 12 магазинов Магнита в отделениях Почты России. Это будет протестирован как городской формат, так и сельский формат. Количество товаров до 1000 единиц. После тестов где-то в ноябре месяце мы примем решение о масштабировании нашего проекта. Таким образом, мы очень надеемся, что серьезный профессионал в области розничной торговли придет на Почту России и позволит нам стать более экономически эффективными в этом сегменте нашей деятельности. И я уверен, что у нас все получится. Питерский форум – это всегда вопрос привлечения иностранных инвестиций в Россию. Скажите, какие инвесторы вам интересны? Какие вообще планы у Почты России, так сказать, на внешнем контуре? Международная деятельность Почты России весьма обширна. Почта России является членом Международного почтового союза. И мы в этом союзе сотрудничаем со 160 почтовыми администрациями мира. Наше технологическое оснащение логистических почтовых центров использует самое современное оборудование. Оно, к сожалению, пока японское и голландское. Но мы тоже надеемся, что здесь мы найдем и компании, которые на отечественном рынке работают в этой области. Кроме того, с Японией мы очень активно сотрудничаем в части запуска транзитных маршрутов. И здесь мы тоже рассчитываем, что транзитные потоки через Российскую Федерацию будут серьезно нарастать. Помимо всего прочего, у нас есть ряд филиалов. Это берлинский филиал, где мы рассчитываем замыкать на этом филиале те потоки посылок, которые идут из Западной Европы. Кроме того, Берлин может стать транзитным хабом для перераспределения посылок, которые идут из Азии в Европу. И здесь мы тоже активно развиваем нашу международную деятельность. Кроме того, конечно, мы взаимодействуем активно с интернет-площадками, в том числе и иностранными, которые обеспечивают тот объем заказов, которые потом дают нагрузку на нашу логистическую инфраструктуру и которые обеспечивают все эти покупки наших граждан в зарубежных интернет-магазинах. Спасибо вам большое. Успешной работы на форуме. Спасибо большое.